Ну да, и мира, и мира, и мира. Начинаем. Ну и первый вопрос будет связан у нас с весной. Точнее даже не только с весной, а с уникальным свойством настоящего человека – это любовь. Это то, что нас отличает от многих живых существ. И вопрос задала Юля. Как можно вот это уникальное свойство, с помощью этого уникального свойства, изменить все к лучшему? Ну это очень обширная тема, которая объемлется одним словом, за которым каждый видит нечто свое. И у этого слова есть прочтение строго научно, если угодно, филологическое, с этимологией. И в этом раскрывается настоящий космос, стоящий за этим словом. Это не просто эмоция, это не просто благоволение друг к другу, основанное на непередаваемой словами тяге, какой-то очень многими неосознаваемой. Это прежде всего высочайшая энергия, которая только существует во Вселенной. Выше энергии, чем в Любовь, не существует. Еще раз повторюсь, это доказуемо, исходя из настоящей, не высосанной из пальца современными изобретателями новоязов каких-то, якобы славянских. Это основывается глубоким, серьезным изучением истоков слов. Так вот, это слово несет в себе и космос, и представление о силах, управляющих всеми процессами во Вселенной. И это слово объемляет собой все, что происходит в так называемом мироздании. Человек действительно существо, стоящее в некотором смысле на вершине, если угодно, так можно сказать, эволюционной лестницы. Как мы ее понимаем, или как нам, с позволения сказать, естественно, научная парадигма велит понимать существо человека в его величии. На самом деле, наша замечательная наука еще миллионной части о истинной природе сознания по-настоящему не знает. Надо вспомнить и о тех, кто живет рядом с нами на планете, существа, которых наша все та же наука упорно называет животными. Не ведая о том, что это космические существа, способные передавать друг другу информацию особым образом. И это прекрасно знают наши великие светлые братья космические, которые сегодня с нами взаимодействуют. И они способны на такую любовь, на такое ее выражение, которое огромному количеству двуногих претензий на звание человека еще и не снилось. Если же говорить о том, что сокрыто в человеческом сердце и даже отображается определенными символами, сходными с формой человеческого сердца, то это не настоящая любовь, а бледное, бледное отражение того, чем она на самом деле является. И это отражение, к великому сожалению, царит в умах человеческих, насаждается, культивируется там, выдается за любовь. Оттого мы и живем в таком мире не до любви, не до человечности, не до гуманности, а от не до антии очень часто, даже не полшага. И мы сегодня видим, как это бывает. Поэтому, уважаемая Юля и многим другим, я хочу сказать, нам был явлен высочайший пример любви, которая проявила себя в жизни, в судьбе и в пост-мортен, в пост-жизненном проявлении, в том самом образе, который две тысячи лет назад пришел и до сих пор нам светит. Я с него предлагаю брать пример. И для многих, кто в первый раз об этом слышит, я хочу сказать, что, к величайшему сожалению, все, что сотворили не люди, не другие человечества с книгами Нового Завета, которые в синоптическом издании, конечно же являются, мягко выражаясь, относительной правдой, но даже в них неуничтожимый свет, кто принес на Землю космическую любовь, показал, как эта сила может творить, и как она способна спасти человечество через две тысячи лет после пришествия в наш мир этого космического духа. Вот что я ответил бы на этот вопрос. Надеюсь, меня услышали. Я очень рад, что мы начали сегодня нашу встречу с этого вопроса. И мы продолжаем. Значит, следующий вопрос, он уже из серии МКК. Здравия, Владислав, здравия, Юрий. Вопрос для рубрики «Секреты». Юрий Рубинович, входят ли жрецы Атлантиды в руководство МКК? Благодарю. Установка вопроса таким образом как минимум говорит о том, что у человека, задающего этот вопрос, мягко выражаясь, весьма туманное представление и об Атлантиде, и о тех, кого сегодня называют жрецами Атлантиды. И думаю, что тем более о тех, кто представляет собой верхушку МКК. Я не один, не два, даже не три раза касался, во-первых, темы так называемой Атлантиды. И того, как эта тема соотносится с космической метаисторией земного человечества. Как это связано с ролью и влиянием пресловутых плеядеанцев, как бы они там себя не называли, по-разному. И как бы не оценивалась их роль, но когда речь идет о том времени, условно называемом допотопном, то есть до 9564 года до нашей эры. Это надо понимать сегодня, не 200 лет назад, тем более не в эпоху эллинских мифов, а сегодня как действительно часть космической метаистории. Так вот, это мы сегодня применяем такие термины жрецы разного рода и так далее, беря эту терминологию из оккультно-эзотерической практики или отчасти от теологических исследователей. На самом деле сегодня надо говорить об определенных представителях разных классов того общества. и очень важно здесь уточнять следующее. Сегодня гигантская путаница и во всем, что касается Атлантиды, причем это мы так называем это время, сами-то они себя по-другому называли, и тем более о взаимоотношениях пресловутой Атлантиды с не менее пресловутой Лемурией. Здесь это просто несколько встреч можно посвятить обсуждению всех этих странностей. Так вот, не было там жрецов в нашем понимании сегодняшнем. Потому что в среднестатистическом понимании жрец это некий манипулятор какими-то ритуальными операциями, за которыми мыслиться и очень редко действительно проявлено глубокое оккультно-эзиатерическое знание о природных силах, о том, как ими можно управлять, как с их помощью что-то можно делать. Тут я сразу отсылаю всех желающих об этом что-то почитать серьезное. Я отсылаю к билетристической литературе великой книге Веры Иванов Крыжановской маги это Пятикнижие вот там все очень хорошо написано и там сразу становится понятно что такое жрец что такое маг и как это все соотносится в том числе с очень многими оккультно-религиозными течениями многими другими аспектами всей этой проблематики. Так вот еще более определенно можно сказать те кого мы называем жрецами на самом деле это были ученые представители определенных групп ученых если угодно каких-то специалистов в каких-то особых областях конкретного знания были там конечно определенные технологии которые до нас дошли в виде сказаний митров сказок и много другого но сегодня в наше время надо и эти понятия облекать в конкретную терминологию далее каким-то образом они соотносятся или вообще не соотносятся с темой МКК очень и очень опосредованно много из этой темы я тоже не единожды обозначал раскрывая тему МКК как очень сложный внутри себя глубоко противоречивый конгломерат представителей разных претендентов на разного рода титулы звания генеалогию и многое другое здесь уместно для так сказать помощи в понимании чего-нибудь на эту тему еще раз посмотреть фильм восхождение Юпитер там на эту тему действительно много сказано есть и другие фильмы которые тоже я много раз называл один из лучших на эту тему это Элизиум рай не на земле в главной роли Мэтт Дэймон Джоди Фостер ряд других там более четко прорисовано не только МКК не в самой своей истинной сути абсолютно запредельно бесчеловечный надо отметить но этот фильм ценен еще и тем что там показано взаимоотношения тех кого условно можно назвать не очень высокий уровень управленческий МКК с теми кого боятся и МКК и очень многие в ТКП разных уровней разных мастей это тот самый Крюгер о сути которого на канале Астралионика на нашем очень хорошо рассказал Йохан Фритц это человек глубоко и серьезно знающий изнутри что такое Крюгер и сейчас я об этом говорю не просто так для того чтобы тут перчику добавить потому что и об этом я говорил потому что это слово является одним из главных ключей к ларцу под названием ситуация в одной из причерноморских стран где сейчас происходят немирные действия а в некоторых аспектах это главный ключик который объясняет для понимающих тему очень многое настолько многое что мало не кажется и совсем последняя на тему жильцы Атлантиды и МКК связь есть на на том уровне который всем нам необходимо осваивать уметь оценивать происходящее именно на этом уровне это уроки духовного восхождения и низвержения человечества в самые самые глубокие темные периоды так вот в этом смысле история ну по крайней мере поздней так называемой Атлантиды и Лемурии действительно сходно с многим из того что сегодня уже вполне известно в связи с МКК межпланетный корпоративный конгломерат я назову только одно понятие которое будет достаточно о котором Пенни Брэдли говорила о котором говорили Рэнди Крамер о котором говорили очень многие другие что является космическим позором земного человечества это рабство и работорговля это не Рим выдумал это не Египет выдумал это пришло оттуда от чуждых истинным землянам захватнических групп из самых прекрасных созвездий которые насаждали здесь свои порядки и свои способы обращения себе подобными в этом смысле это единая черная нить которую надо собрать в клубок исследовать и сжечь ментальным огнем чтобы духу не было больше этого явления ни на нашей планете ни во вселенной вот так я хочу закончить ответ на этот вопрос кстати по поводу благодарю по поводу робототорговли многие задают вопрос коле у них есть репликаторы зачем людей воровать ресурсы воровать взяли репликатор взяли и получили что хочешь те кто задают такие вопросы либо что-то слегка слышали либо что-то забыли либо недослышали недо изучили многое из того что было сказано на тему ТКП клоны клоны киборги и прочее 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 если бы люди внимательно системно все это изучали и по крайней мере то что на канале Астралионика есть таких вопросов просто не было бы я мог бы здесь о многом сказать но я приведу только два примера первый это то о чем рассказывал Рэнди Крамер то о чем кстати говорил Йохан Фритц то о чем говорил Джейсон Райс то о чем рассказывали ребята в ядре ветеранов тайной космической программы работа с клонами чрезвычайно сложна потому что там до конца не отработаны принципы и механизмы сживления того что мы условно называем альтер и высшая нервная деятельность этого существа грубо говоря они такие слегка тупые и для того чтобы их научить чего-нибудь приходится тратить гораздо больше времени чем это необходимо для подготовки человека насильно ввергнутого в программу 20 40 60 и обратно это только один аспект дальше если здесь подразумевается качество человеческого биоматериала по простому мясо человеческого которое тоже является продуктом торговли межгалактической со стороны МКК и все это крышует господа Крюгер то и там есть свои нюансы и мне бы не хотелось здесь глубоко залезать в эту тему такую совсем уж бесчеловечную но это что-то вроде настоящего продукта и эрзац я думаю что этого достаточно там есть и другие аспекты которые в самое последнее время ну по крайней мере в ТКП уже это плавно уходит на нет потому что технологии совершенствуются способы убыстрения процесса сборки точки сознания клона тоже совершенствуются то есть им удается многое но дело вот в том что есть определенные виды работ где никакие клоны невозможны нужна целостная интегральная системная психо энергофизика человека которого готовят до его рождения с применением каких-то супергенетических технологий которые наши официальные науки напрочь неизвестны и в этом особая роль принадлежит такой условно можно назвать космической кибернетики это то в чем участвовала Ильяна как ее принято называть старт трендлер звездный странник это женщина которая когда-то родилась на Украине и теперь живет в канале Елена Копольник ее имя и фамилия вот она работала с этими системами и она досконально знает всю эту физику и другие какие-то науки которых в нашей официальной науке просто не существует не может существовать потому что там не на словах не в гипотезах а в десятках лет разработанных технологий сживляются какие-то искусственные кибернетические системы с человеческой психикой психофизикой конечно это все неземные технологии изначально но как минимум 20 лет как минимум а есть основания считать что уже 40 лет это технологии на порядке усовершенствованные земным умом вот так между прочим я здесь могу дополнить следующее вот есть та тема которую я очень люблю это кинематограф в котором так или иначе освещается тема полетов непонятно куда зачем это как было в 50-х и естественно первые фильмы о пришельцах тоже начались тогда и если внимательно исследовать эту тему хотелось бы чтобы какой-нибудь искусствовед или киновед провел бы такую серьезную научную работу как изменялось не только технологии съемки эффектов кинематографических но и насыщение вот этого информации кинообраза чем-то другим уже какими-то такими изысканными все более сложными изощренными намеками в которых все больше 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 подсказок я много раз касался этой темы то здесь тоже все очень очень интересно и особенно последние 30 лет хотя началось конечно это все в начале 80-х когда пошли фильмы такие как враг мой ну это просто ТКП это просто конкретный рассказ о совершенно конкретных случаях которые к тому времени начало 80-х их уже были тысячи тысячи таких случаев в которых принимали участие земляне и все это было очень интересно ну и многие другие фильмы а потом это уже пошли целые сериалы целые мощнейшие программы и за всем этим так это как бы исподвали все больше и больше и больше того что является частью ТКП ни больше ни меньше игры Эндера есть такой фильм про детей из которых готовят будущих супер пилотов там каких-то навигаторов еще кого-то ну ведь это то о чем говорила и Пенни Брегли что было показано в фильмах даже фильм вот солдат Курт Рассел в главной роли там настолько жестко там настолько ярко и наотмаш показано как из детей готовят космических рейнджеров солдаты кого угодно через что их проводят и в такого рода фильмах выполняется сразу очень много попутных задач во-первых и я много раз об этом говорил и все кто в этой теме они знают что выполняются определенные правила надо показывать что творится за определенным занавесом что делается с человечеством что оно вовлекается но там в этих законах космических там не сказано как это надо рассказывать и показывать и те кто поняли вот этот просчет так сказать основателей всего этого законодательства они блестяще пользуются в виде кинематографа вот мы вам все показываем мы просто забыли вам сказать случайно что мы показываем вам реальность но просто чуть-чуть в кинематографическом художественном образе а так все все вам рассказываем и даже то что с вами будем делать как со скотом мы вам все это показываем так вот не только это но еще и как это несколько раз об этом говорил и Пенни и Ильяна и Джейсон Райс и Энери Смит и Рэнди Крамер я могу других еще называть они говорили так что это кинематографическая линия я сейчас говорю именно о детях которые вовлекаются в эти космические программы а если другие фильмы и тоже про это это элемент упрощения процесса подготовки сознания детей которые уже обречены на вовлечение в эти программы уже просчитаны они уже вычислены и просто идет вычисление точки так сказать изъятия их из нашей временной линии и туда на 20 40 60 лет сколько понадобится то есть кино просто стало в этом смысле даже элементом подготовки психики детей вот так вот рупором именно да именно поэтому чего-то всего этого и вопрос что там ценнее человек или клон тоже уже выглядит по-другому но невозможно клона вот так готовить для выполнения определенных миссий вот знать не годится ну так благодаря ну современное искусство оно вообще пронизано там и в музыке и в живописи если внимательно смотреть что там происходит да конечно Виталий задает вопрос Владислав Юрий доброго здоровья подскажите пожалуйста когда закончатся атаки пси-операторов энергетические удары чем можно защититься помимо катушек мишина так как не всегда есть возможность держать катушку рядом с собой благодарю за ответ всем добра паркис медикус несколько раз об этом говорил это действительно проверено там есть многое заложено в этот прибор и там есть комплексы не просто программы рассчитанные на помощь отдельным органам и системам там есть комплексы в том числе комплексы и восстановление после получения неблагоприятного энергоинформационного воздействия и там есть комплекс который при ношении на себе этого прибора в разы смягчает воздействие на человека такого рода посылок я это говорю не из теории а вот интересно водой пользуешь или пользуешься просто интересно вода дипольная у тебя 1400 программ успел прошить да это все есть значит не все я успеваю на себе использовать надо еще делами заниматься но да это работает это позволяет быстрее восстановить правильную естественную природочеловеческую структуризацию нашей внутренней воды начиная от внутриклеточного уровня и кончая целостной нашей структурой у нас просто свежий пример человек находится в Перме сейчас буквально вот написал недавно несколько дней назад у него отец в раковом состоянии и благодаря именно дипольной воды с помощью этого прибора он просто ну вот удивлен там такие результаты хорошие ну это просто лишний раз говорит о том что этот жупел рак это то что создано как способ манипулирования человечеством основанным на на страхе страхе перед смертью это первая глупость и вторая относительная глупость это страх перед мучительной смертью которую очень многие видели своими глазами это не фикция вопрос в другом вопрос в том что даже такие незапредельные технологии это не ТКП это технологии основаны на глубоком знании сути процессов на уровне электромагнитных полей с которыми взаимодействует человек на разном уровне уже это дает очень хороший как говорят науке выход и не просто надежду а уверенность в том что этим процессом можно управлять в позитивную сторону это только один вариант а если их все объединить а если все это собрать до кучи причем я сейчас говорю о том что как минимум пять лет вот такие допустим все технологии собрать из хороших доказателей научной базы с этими выборками как это в науке положено двойной слепой и прочие методы исследования все что угодно вот оно доказало свою эффективность все применять в массы в массы в массы это и вопрос а кто стоит на пути такого рода мероприятий и когда мы начнем проводить такое исследование мы тоже по этой лестнице придем туда же за кулисы здесь технологии конечно же которые слышатся как фантастические из самых фантастических которые нам даже еще в фантастических фильмах не показали там все это есть где человека за пять секунд можно излечить от любой формы онкологии или восстановить человека до любого заказанного тобой уровня молодости и цветущего состояния организма не за пять секунд но по крайней мере за сутки все это есть так вот мы сейчас говорим о том что в некотором смысле тоже является очень важным элементом подготовки нашей психики нашего сознания нашего внутреннего мира тем новым технологиям которые существуют которые принадлежат человечеству по праву абсолютному потому что это все получено я много раз об этом говорил за счет человечества это получено на страданиях крови немыслимом космически запредельном использовании рабского труда человечества на протяжении сотен лет уже поэтому эти технологии нам принадлежат в этом смысле и паркис медикус и ряд других это такой технологический буфер который людям позволит быстрее свыкнуться с тем что все это работает дальше вместе и при помощи цивилизаций космических которые нам помогают и которые прошли через свои опыты восстановления биосферы очищения земли на уровне всех видов биоты экосферы и так далее от всего что там быть не должно но на этом максимум месяц нужен максимум и когда это достигается дальше решается вопрос о самостоятельном выборе места жительства в конкретных условиях которые реализуются с помощью конкретных технологий дома могут штамповаться три часа дом готов на принтере причем со всеми нюансами со всеми абсолютно вот какой хочешь такой сделали где выбрал там будешь жить потому что земля способна разместить на своей территории 20 миллиардов человек спокойно 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 одна Австралия это 10 как минимум миллиардов давно посчитано только ее преобразовать надо для этого существует определенная технология и когда это все достигнуто дальше использование вот этих супер-пупер внеземных оздоравливающих омолаживающих исцеляющих технологий только и единственно в emergency то есть в случае крайней необходимости несчастный случай авария еще что-нибудь такое а все остальное подчеркивают те кто знают о таких сценариях это реализуется самим человеком у которого убираются все барьеры на пути всех видов жизнедеятельности человеческого микрокосма во взаимодействии с великим космосом ничего не надо все само собой и я думаю что мы к этому придем кстати я сразу хочу добавить рекомендую всем еще раз прямо вот еще раз я делаю акцент пересмотреть обращение Юрия Лира за конец 20-го года и за 21-й год и там была тема кандиды там было настолько подробно рассказано о структуре о как ее можно убрать с помощью чего и даже вот я помню там были у тебя про кисты да что такое киста и вообще надо ли эти кисты убирать и как их убирать вот я вот до сих пор помню они настолько вот была вот эта своевременная уникальная информация поэтому пересмотрите вот эти обращения там прямо подробно об этом рассказано и это первые месяцы прошлого года да да благодарю идем дальше Ольга за этот вопрос добрый день Владислав Юрий будьте добры вопрос следующий поделиться способами энергоинформационной защиты очень ждем встречи с Юрием благодарю вас за то что даете возможность сути человеческой развиваться всегда с вами а музыка Юрия это песня души мироздания рассказать о способах энергоинформационной защиты ну в общем опять Паркис там тоже это есть хорошо да Паркис катушки Мишина иногда помогают лампы суржина не во всех случаях потому что это обусловлено спецификой самой технологии которая больше направлена на привнесение в фотонно-органическую структуру человека определенную информацию я так это обозначаю может быть я не прав но из того что я вынес о методе суржина я так это констатирую далее все это работает я всегда если уж меня спрашивают об этом лично а у меня бывают случаи когда ко мне на консультацию приходят люди скорее за этим чем за помощью гомеопатии или альтернативными методами самоисцеления не всегда но в большинстве случаев я очень рекомендую людям вспомнить великой высшей силе которая всегда есть в нас но которая из-за ее невостребованности не применяется нами во всей полноте а вот для того чтобы она заработала на всю катушку никуда не денешься вот хоть ты тресни но начинать надо самоисследование я не хочу сказать что нет этих негативных воздействий уж кому кому мне то об этом больше чем другим может быть известно и чаще чем хотелось бы с этим приходится сталкиваться но если мы говорим о людях не сильно вовлеченных в работу типа моей то очень часто начинать надо с самоисследования в поиске в себе чего-то за что эта негативная посылка может зацепиться и начать в тебе действовать собственно говоря тут я опять ничего нового не придумываю абсолютно все сказано 2000 лет назад и о пресловутой соринке в глазу брата моего и сравнение с бревном казалось бы притча там непонятно о чем вот с этого надо начинать очень очень часто люди которые ко мне приходят с такими просьбами когда я очень аккуратно всегда очень осторожно начинаем им намекать ну мы все несовершенны ну я простите надо мной там не присутствует не святой она делала в жизни много чего с дуру по неопытности и прочее 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 и вопрос а что это не оставило каких-то следов на моей психофизике каких-то шероховатостей на гранях моего астрального тела не образовалось каких-то уплотнений шрамов за это не могут зацепиться твои потенциальные гипотетические недоброжелатели или системы которые действительно работают не важно ли думая о том что все это возможно еще и над собой поработать а не ставить себя только и единственно и исключительно на позицию жертвы которой срочно нужно помочь помощь это будет вопрос не превратится ли это все в сказку про белого бычка когда снова снова и снова опять будет то же самое поэтому касаясь этой темы я всегда начинаю с вопроса самоисследования за которым не должно происходить побитие себя подушкой от гуччи или раздирания на себе последней рубашки Дольче Габбана и посыпание себя пеплом твоего благополучно умершего предка это все не имеет ничего общего с тем о чем я говорил совсем недавно это не есть истинное драгоценное то к чему нас призывали древнейшие мыслители Эллады а потом и более поздних времен это не есть метаноия изменение сознания или второе название покаяние это одно и то же только глубочайшее спокойно с желанием не растерзать себя на части из-за своих грехов а собрать себя наконец-то в гармоничное существо вот без этого очень часто толком ничего не выходит теперь если говорить о каких-то специальных техниках методиках они есть и в гомеопатии и я об этом тоже говорил год назад называл препараты гомеопатические которые помогают ну по крайней мере быстро восстанавливать энергетику человека при выявленном констатированном опытным оператором или следователем неблагоприятным энергоинформационным воздействием так что послушайте там много чего есть есть наверное конечно и другие способы относящиеся уже скорее к какой-то технике если угодно народной магии это тоже работает самый простой самый элементарный способ это использование либо поваренной соли а те кто знают физику этой магии им еще объяснять не нужно почему да в конце концов и тут опять советный элемент вспомните как обращался спаситель к своим ученикам как он их назвал однажды вы соль земли он им сказал казалось бы это просто такой образ ничего подобного это был высший посвященный знавший все виды оккультного знания и он знал взаимодействие человека с этим природным минералом в конце концов с веществом и тут ничего случайного нет в таком сравнении именно поэтому соль и используется к сожалению и в некоторых видах нехорошего черномагического колдовства воздействия но также может быть применена и для снятия с себя очень многого что на людей сегодня просто прет это факт я не буду углубляться в подробности точно так же работает и уксус любой виноградный яблочный смешанный вместе с водой и обливание этим составом тоже включает определенные очень важные механизмы комплексные и это срабатывает поэтому когда меня спрашивают а что лучше вот какой метод и тут я снова превращаюсь в занудного гомеопата который всегда говорит надо индивидуально подбирать вот так кстати вот сразу вопрос еще связан с гомеопатией современная медицина в общем и целом она показала свое настоящее лицо и сейчас мне кажется нетрадиционные методы в том числе гомеопатия есть ли какое-то новое развитие или развитие гомеопатии вот в современных условиях вот этого в кавычках лица медицины появляются какие-то новые там формы какие-то новые открытия тем более гомеопатия сейчас я думаю это будет наука не только настоящего но и будущего но в более таком ускоренном правильном честном я бы сказал по сути все о чем мы говорим и то о чем я уже сказал вот это пребывание этого преображенного человечества на земле в преображенных условиях это и есть истинная гомеопатичность когда включаются все элементы взаимосвязи человека с большим космосом начинаются законы гомеопатии подобия если угодно возвращаемся к Гермету Тресмегисту первый закон познания исследования мира сего подобия в этом законе построен и гомеопатический принцип построена физика взаимодействия гомеопатического препарата и микрохозмо человека и зная всю эту механику зная оккультно эзотерические аспекты гомеопатии а вот с этим проблемы потому что этому как раз в обычных гомеопатических школах университетах академиях не учат а жаль но тем не менее это знание есть достаточно просто использовать самую обычную гомеопатию самым примитивным если угодно рафинированным классическом ее варианте для того чтобы аккуратно филигранно ювелирно помогать в настройке самых тонких тел человека и те кто имел или имеют такой опыт в гомеопатии а такие люди есть это те кто имел опыт работать с наивысочайшими потенциями наивысочайшими это сто тысяч это миллион потенции они знают как это работает у меня тоже такой опыт был далеко не всегда он необходим но это например влияет на что-то такое в человеке вот так аккуратно скажу что из человека ну просто рвущегося преобразить себя в другой пол у него исчезает это рвение на первом этапе а потом приходит осознание себя человек становится спокойным нормальным носителем своего ген свои гендерные принадлежности у меня были такие случаи вопрос на что влияет такой гомеопатический препарат не один психиатр тем более психоаналитик не скажет вот так да немного ничего не скажут я помню у нас с тобой был эфир когда мы с тобой говорили что гомеопатия это следствие гомеопатия это следствие алхимии и поэтому вот этот огромный мир как раз его и надо сейчас и в какой-то степени популяризировать восстанавливать и об этом говорить никакая психиатрия она нам ничего толком не скажет это увод человечество в сторону в болото это не просто в сторону в болото а в систему зловредного злонамеренного манипулирования человеческим сознанием а если это не достигается то превращение человеческого сознания в нечто бревноподобное это это рутина нашей психиатрии клинической немножко более изящно с позволения сказать работают психологи но они занимаются тем же самым манипулированием человеческим сознанием а гомеопат работает и превращением человека в зависимого вот что драгоценно для любого практикующего психолога пусть они десять раз или тысячу раз говорят что они хотят помогать людям а все построено в обучении психологов именно этому и я сейчас говорю не из теории я три года преподавал ЭНИО психологию студентам Рижского гуманитарного института которые учились на базе Латвийского государственного университета я преподавал три года я знаю о чем говорю вот так а гомеопаты работают с ртутью гомеопаты могут работать с любым исходным веществом или явлением в гомеопатии есть препараты которые называются северный полюс магнита рутинным является препарат называется СОЛ СОЛНЦЕ есть препарат НУН ЛУНА а это полное смыкание с тем о чем я тоже говорил и это было в самом начале и моих обращений и наших бесед когда я говорил о брошюрках Георгия Орионовского Юрия Линника Царствуем Небесного великий психолог был натурфилософ между прочим любитель астроном который в телескоп наблюдал Петрозаводское чудо 79 года после чего у него начался контакт с представителями этой цивилизации и после чего он написал невероятные совершенно по объему и по содержанию послания человечеству в подготовке его к космическому сознанию это ноль ноль было использовано всего этого в масштабах русскоязычного литературного поля это такая драгоценность это будут проходить в академиях будущего обязательно потому что там написано о том о чем ни в одной фантастической новелле никогда не прочитаешь потому что это настоящее живое космическое знание написанное великолепнейшим просто потрясающим замечательным литературным языком и с элементами философской речи глубокой осмысленной пронизанной строгой наукой и читается как захватывающий просто триллер так вот одна из его брошюрок называется астротерапия когда я начал читать я просто чуть в осадок не попал я об этом начал думать с самого первого момента знакомства с гомеопатической методикой как таковой уже зная что гомеопатия является любимой дочерью алхимии и плоть от плоти настоящей алхимии знание о сути вещей пришедшим из древнего египта само название алхими божественный египет вот что за этим скрывается арабы так называли египет так вот астротерапия это о лечении светом звезд и заканчиваю я ответ на эту тему в моей малюсенькой брошюрочке посвященной и гомеопатии и некоторым самым распространенным случаем применения гомеопатических средств я написал и об этом причем я написал об этом тогда когда я еще не читал ни астротерапии ни многого другого и как же я был счастлив когда я там встретил полный резонанс с тем о чем я сам думал как минимум 20 лет это о том что когда человечество действительно станет настоящим человечеством оно человечеством может быть только космическим и больше никаким другим все остальное это живот оживотим и приведение человека из его божественной сути к звериному состоянию чем занимались враги рода человеческого так вот когда человечество станет снова космическим да никаких лекарей не нужно будет человек будет выходить ночью допустим если почувствуешь что это не то он обратит свой взор в небо он безошибочно мгновенно узнает по вибрациям тот участок неба который резонирует с его нынешним состоянием и возьмет от него то что необходимо а с точки зрения гомеопатии свет звезд это абсолютно точно с точки зрения астро химии астро физики это гомеопатическое средство прошедшее секстиллионы триллионов потенцирований от тех звезд которые от нас за миллиарды километров потому что свет излученный звездой и отправленный в каком-то направлении это само вещество в его энергоинформационной сути так так на пути к земле этот эта энергоинформационная посылка претерпевает бесчисленное количество разных участков плотности космического вакуума это абсолютный аналог встряхиваний в гомеопатии сопротивления какой-нибудь участка вселенной это как встряхивание повторяю это бесчисленное количество встряхиваний на пути от источника к потребителю так там не миллионные потенции а количество нулей невообразимо поэтому такое лекарство действует на самую 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 божественную космическую сущность человека вот что такое свет звезд а есть оборудование такое которое приготовить одну миллионную ну такое оборудование наверное оно редкое оно я точно знаю у какой фирмы оно есть это английская фирма у нее есть свой сайт и у нее есть два аппарата один всегда в работе а второй всегда в резерве вот с 9-го года кто-то знал что таких аппаратов всего два не существует есть сейчас такие или нет я не знаю но для такого аппарата приготовить шестую сотенную потенцию или миллионную это примерно одно и то же время по поводу твоей брошюры гемопатии я ее помню она у меня есть а вот по поводу астротерапии что-то я не припомню была выложена информация книга это да я выставлял ее в свободный доступ на google диске и я постараюсь под нашим видео дать в очередной раз ссылку на эту брошюру благодарю ну что ж идем дальше вопрос задает Ольга рада вам Юрий Владислав в 80-е годы мне аспирантке МГУ посчастливилось поработать под руководством Влаиля Петровича Казначеева над механизмами адаптации к различного рода стрессам на уровне клетки и ее мембран тема безграничная вопрос уважаемый Юрий можно ли говорить сейчас что задача механизмов адаптации решена на всех уровнях организации живого Влаиль Петрович шутил что человек наиболее адаптивный элемент экосистемы благодарю обязательно здравы будьте спасибо ну тут не надо быть мыслителем невероятного масштаба чтобы констатировать совсем другое дезадаптация царит сегодня на планете во всем во всех видах биоты и растений и животных и человека я назову только один фактор который используется с этой целью это то чем мы дышим что сбрасывают самолетов круглосуточно в некоторых местах к счастью это уже практически исчезло но нет худа без добра но там где-то присутствует это такой многофункциональный фактор дезадаптации что ну тут все печально то что человек это действительно существо обладающее максимальным количеством способов адаптирования к естественно природным процессам вот о чем надо говорить вот о чем говорил Лояль Петрович и когда было общение с ним и когда мы общались на тему и зеркал Козырева и использование зеркал для оздоровления об этом малоизвестно но это было причем с очень интересными там компонентами этой темы и об этих компонентах мягко выражаясь мало кто знал даже из тех кто вовлекался в исполнение этих опытов это была особая задача которую ставили перед Владимир Петровичем как я понимаю те самые представители ТКП тогда Советского Союза которые напрямую никогда не действовали через посредников давали задания давали финансирование это изучалось и строго исследовалось на нормальном академическом уровне чем уважаемый академик и был славен так вот если говорить об адаптационных процессах то фактически кое-что я об этом уже сказал потому что вписанность человека во все естественно природные явления которые мы условно называем явления большого космоса да больше ничего не нужно при нормальной неизгаженной неотравленной неизувеченной гигантским количеством повреждающих факторов окружающей среде человеку ничего не нужно он вписан в большой космос если этому взаимодействию ничего не мешает ничего не нужно вот и все и в смысле адаптационных способностей на уровне клетки когда было общение с ним когда ему напоминал о Гурвиче и это воспоминание было очень такое взаимо удовлетворительным потому что нам было о чем поговорить это все как я теперь знаю точно да это все исследовалось в определенных институтах почтовых ящиках так называемых закрытых и там были исследования и гораздо тоньше и глубже клеточного уровня все там начиналось исследование клетки вот как Гурвич поставил ту задачу 20-30-е годы 20-го века она просто была развита уже на новом уровне элементной базы с применением и лазерных технологий лазерно-полевых технологий о которых сегодня еще как-то так мало знают и клетка исследовалась вглубь ширь системно насквозь как угодно ну вот просто элементарный пример клетка имеет мембрану которая отграничивает ее от окружающего пространства но само строение мембраны это же не один слой молекул это два слоя молекул я сейчас в среднем так рассказываю элементарную биологию клетки потому что есть клетки более сложные ну хорошо два слоя между которыми что-то в виде промежуточной субстанции ребята это обкладки конденсатора вот что-то такое с точки зрения радиотехники повторюсь на что указывал Гуревич Гуревич 20-30 годы а там есть еще более интересные элементы которые очень-очень похожи на катушки индуктивности по своей функции вот вам и колебательный контур со своей добротностью со своей резонансной частотой с чем угодно и с самой простой радиотехники это одна клетка это как минимум радиоприемник сверх широко полосный да еще и с элементами того самого термоядерного реактора на холодном термоядере о котором мы говорили с Игорем биопатриотом и так далее вот что представлял себе Владимир Петрович Казначеев вот какого уровня это был ученый так что это очень приятно что с нами связался человек имевший с ним какие-то плодотворные судя по всему контакты и потом он очень добрый был человек так иногда от него веяло такой суровой академичности но вообще не очень был добрый человек благодарю ну Оля будет она рада я вот сейчас слушаю тебя и в общем хватаясь за голову 2022 год вы только вдумайтесь 2022 год а мы живем с технологиками сейчас каменного века и никто об этом вопрос ну как бы тот кто поднимает он исчезает просто вот если вдуматься 2022 год у нас должны быть наверное уже торсионные там машины перемещения у нас должно быть уже все летать порталы все а мы живем в каменном веке вот из-за этой заразы которая поставила этот конвейер смерти отодвинула гомеопатию навязала свою систему так называемых ценностей это же жуть 2022 год знаешь в этой заразе есть конкретная физиономия рогатая нет не обязательно не обязательно как там Пенни Брэдли говорила самый опасный тот кто выглядит так как ты и правильный спокойный мудрый подход в этом смысле очень полезен и это еще одна тема которую человечеству придется очень серьезно и глубоко изучить когда станет очень многое известно о тех кто десятки тысяч лет создавал систему тотальной манипуляции порабощения и жесточайшей изуверской бесчеловечной эксплуатации подобных себе благодаря разным так сказать доктринам основанным либо на абсолютной уверенности в том что видеть каких-нибудь там преадамитов или еще кого-нибудь и так далее и плюс какие-нибудь там помеси пресловутых аннунаков с другими хвостатыми вертикально зрачковыми серыми бурыми малиновыми и так далее это такая мерзостная в своей истинной сути идеология превосходства и далеко не в последнюю очередь в этой вот системе управления не просто сокрытия а беспощадного истребления даже малейших намеков на открытие чего-то такого в этой области что угрожает секретным технологиям там много нордических черт мы найдем поэтому я заранее хочу сказать что не развешивайте пожалуйста уши когда слышите о доблестных нордиках приходящих людям на помощь потому что мало вам не покажется инквизиция как была так и есть и никуда она не исчезла а как она может исчезнуть если она действительно не упразднена она просто переименована в Ватикане есть то что называется конгрегация веры абсолютно официально это инквизиция она просто по другому называется все нормально один из пап последних господин невероятный Бенедикт с нацистским прошлом он же главный инквизитор в должности которую он оставил для того чтобы нацепить на себя папскую тяру конечно это так это видимая часть этого черного айсберга там такой антикосмос со связью кстати со всеми этими вертикально зрачковыми хвостатыми разного уровня могущества кого там только нет в этих катакомбах и подземельях на которых стоит главный храм католической веры да и не менее главные храмы на британских островах там это тоже таким же образом все обосновано так что ничего тут удивительного и в другом в том что и в науке есть своя инквизиция плоть от плоти средневековой плоть от плоти потому что те кто знают как формировалась наука западной европы которые эта часть света очень кичится своими достижениями хотя надо было бы помалкивать иногда от кого они настоящие знания получили то простите почитайте Умберто Эйко имя Розы хороший роман очень интересный но там очень хорошо строго исторически как раз это и показано кто там и наукой рулил и знания припрятывал и технологии скрывал не в это ли мы тут упираемся снова вот так я вспоминаю храм кажется в Чехии там он выложен черепами и костями в Чехии кажется этот храм если бы только в Чехии это и во Франции это и в Испании это это везде где есть это система промежуточных так сказать уровней куда снизу эти человеконенавистники и желающие человеческой плоти поднимались а к ним сверху эти сутамах спускались и где они взаимодействовали на радость одним и на благость другим вот сейчас тому приходит конец дай бог ну еще один вопрос вопросов еще много время бежит еще один вопрос от Евгения добрый день уважаемый Владислав и Юрий Рубинович как распознать свою звездную генетику восстановить связь со своим домом благодарю Евгений очень простой ответ быть человеком и все получится пусть Евгений не сомневается ну тогда еще один вопрос от Татьяны коль был такой короткий ответ здравствуйте Юрий Бинович что вы думаете о глобальном потеплении смещения геомагнитного поля земли и нарастающих природных катаклизмов стоит ли это всерьез опасаться благодарю ну это продолжение темы которую мы тоже очень много раз затрагивали это работы группы Алексея Николаевича Дмитриева о переформатировании всей Солнечной системы в связи сначала с контактом Солнечной системы а теперь уже последние 20 лет с полным вхождением Солнечной системы в новые космические энергии вот главный ответ на вопрос что стоит за вообще всеми феноменами которые условно объединены термином потепления я мог бы очень подробно в деталях рассказать как это действительно работает на какие уровни планетарного механизма только земного земного в союзе пока существующей луной земной в контакте с планетами земной группы с планетами более мощными в контакте с Солнцем обо всем этом много много было говорено и с Дмитриевым и с другими я об этом сейчас говорить не буду но об одном надо сказать если имеется ввиду пресловутый человеческий фактор или объявление о том что из-за наших нехороших технологий с выхлопом углекислого газа вот это все происходит ну конечно же это все полное надувательство то что это так было понятно всем кто в конце 90-х посмотрел фильм документальный который был сработан командой вот этих вот этих самых манипуляторов и во главе своей команды они поставили вице-президента Элла Гора который по идее должен был стать президентом все к этому шло ну как известно об этом говорил Йохан Фритц включили прыжок во временной линии и пришел Буш так вот я не просто смотрел у меня был и есть оригинальный видеодиск мне из Штатов прислали он называется неудобная правда и там этот совершенно такой импозантный очень уважаемый человек нес пургу с огромным количеством как бы фактов это так здорово на огромном экране там это все показатели все до кучи собран ну не придерешься пока не начнешь серьезно исследовать а когда до тебя доходит что такой человек такого уровня избран просто как такой глашатай чего-то такого несусветного то ты понимаешь на каком уровне дальше будет переформатироваться мир под эту вот легенду в этом смысле запад конечно измельчал конечно потому что Грета Тунберг это уже даже не пародия на Элла Гора вице-президента Соединенных Штатов Америки а это просто издевательство над человечеством это просто показ на каком уровне люди мыслят что вот такие вот с позволения сказать девочки с не вполне здоровой психофизиологией могут указывать сильным мира сего чем делать с нашим климатом вот так так что потепление есть природа у него мега космическая действительно все кому надо все это знают с 50-х годов на то и были варианты альтернатива 2 альтернатива 3 те кто знают эту тему они сразу понимают о чем это речь а мы переживаем сейчас очень скользкий такой этап сворачивания уже с альтернативы 4 и дай бог чтобы она вообще свернулась и не показывалась так что в самое ближайшее время в очень ближайшее которое в общем-то уже наступило в связи с какими-то там санкциями кому-то там объявленными мы уже видим что происходит происходят какие-то чудеса просто которые вчера казались невероятными абсолютно невозможными вот только один момент как-то бац и про банан и фикус все забыли вот как раз ты меня прямо с языка снял а тебе не кажется что нам вот этот год прямо начало этого года переключили на другую временную линию нет это не переключение на другую временную линию это просто новый сценарий это просто попытка кое-кого все-таки продавить встав на уши дергая в воздухе ногами и пиная по головам тем кто подвернется продавить тот сценарий о котором я тоже много раз говорил это постановка мира на уши о чем говорил Рэнди Крамер о чем он не договорил ну просто потому что он не знал этого как сейчас понятно он не знал что апофеоз той программы против которого возражали совершенно конкретные страны которым были объявлены жесточайшие санкции несколько лет назад эти санкции показали кто был против вот этого апофеоза то есть фальшивая высадка инопланетян их боевых роботов размером с танк биороботов которые должны были покрушить кучу народа миллионами после чего раскрытие технологии ТКП и так далее и так далее и вот теперь вот только теперь оказалось вот что что это для другого мира который должен был быть переформатирован и дата начала переформатирования 8 марта этого года планировать а что это за дата сегодня уже всем известно кто следит за событиями в том самом неспокойном регионе потому что об этой дате сказала уже столько людей знавших знающих документы уже такие показаны что сейчас предпринимаются сумасшедшие мероприятия для того чтобы отвлечь внимание от этого всего ради бог чтоб только вот это не прозвякало оно звякнуло в этом мире переформатирован под осчастливливание с раздачей технологий личного портала на Гавайи еще куда-нибудь нас с тобой не планировалось во как вот против чего восстали эти три страны теперь понятно космическое бешенство с которым происходят нынешние события там еще многое происходит такого что жестко и четко связано и с ТКП и с МКК и с Крюгером я в этом тоже говорил как ты думаешь сколько осталось доллару жить а меня это не интересует напрочь у меня их нет ну все-таки ну я думаю что теперь пусть этим озадачиваются их печатники это они пусть озадачиваются сколько им там жить не жить я думаю что всем совершенно ясно и тем кто так относится к стране эмитенту рубля и эдак неважно я думаю что для всех стало ясно что рублем придется теперь не просто считаться а просто пользоваться им в глобальных масштабах и вот это мне кажется гораздо более интересно чем задумываться над судьбой там тех фантиков других фантиков все фантики это все равно должно быть отменено этого нет в нормальных космических системах этой вавилонской системы размена непонятно чего но непонятно чего так что вот интересно я сейчас я задал этот вопрос и пошли дикие помехи я даже вот включаю выключаю свое изображение чтобы тебя услышали вот прямо дикие дикие помехи как будто действительно за нами следят и я вот прямо вот стараюсь этот афир вытянуть выключаю свое изображение чтобы тебя все услышали Идут прямо дикие-дикие помехи. Ну что делать? Ну что, традиционные вопросы. Перед вопросом благодарность за стихотворение «Русскость». Столько отзывов за русскость. Но сегодня будет продолжение этой темы. Я чувствую. Причем это для меня было очень неожиданно. Ладно, я об этом скажу чуть позже. А сейчас перед нашим традиционным финалом первое, что я должен сказать. Мне очень приятно встречаться не просто с людьми, которые мне пишут с позитивом каким-то, по отношению ко мне лично. Особо ценно для меня встречаться на просторах интернета с людьми, осененными истинным даром свыше в музыке. Ну, это особая тема для меня. Это бывает нечасто. Это к тому, что пишут многие, предлагают послушать свои музыкальные произведения. И сразу должен сказать, чтобы не было здесь никакого неверного понимания. Я всегда подчеркиваю, я дилетант и не профессионал напрочь. Начиная с того, что я нотный грамот и не знаю всех этих премудростей тоже. И все, что во мне есть, это некая такая природная музыкальность, помноженная на, мягко выражаясь, несовершенную игру на гитаре. Это без, как говорится, тут игры в что-то возвышенное. Так оно и есть, потому что если внимательно посмотреть и приглядеться к моей технике, ну, это 10% от того, что когда-то было. Так скажем, когда мне левую руку искалечили, я уже так играть-то не могу. Но тем более, когда встречаешься с людьми, настоящими музыкантами, которые сердцем слышат космические вибрации и воплощают это в современных произведениях, в которых и мелодия, по которой сердце скучает, и симфонизм настоящий, глубокий. Вот такой, которого тоже хочется слышать. Тут и классика в ее периоде романтизма бентховенская, помноженная на русскую классику. Тут и мусоргский, тут и глинка, еще что-то. И когда это все в виде такого мощного синтеза от современного нам человека, ну, я считаю, что это просто подарок судьбы. И такой подарок мне был сделан буквально совсем на днях. Я встретился с человеком, которым зовут Сергей Кремицкий. Под этим видео будет ссылка на его канал на платформе ВКонтакте. Послушайте его музыку. Все, что могу сказать. Я считаю, что это один из редких примеров вот того глубокого, настоящего, истинного понимания и чувствования музыки, какой она должна быть. Причем со всеми атрибутами. Профессиональный музыкант и композитор. И дай бог ему большого-большого успеха. Дальше. Второй момент. Несколько иного склада, характера. Во-первых, пользуясь случаем, я выражаю огромнейшую благодарность всем, кто в наше совершенно непростое время находит возможность поддержать финансово канал Астралионика. А нас уже три канала. И благодаря этому мы можем осуществлять многие наши программы, в которых есть очень важные элементы. И есть те, кто помогал нашему каналу в создании очень красивых, полноценных, настоящих видеороликов. Как это иногда бывает в виде такого приятного, настоящего синтеза картинки и звука. Есть видео, которые созданы очень хорошим человеком. Его зовут Александр Шинкевич. Есть композиции, которые стали людям очень дороги. Они положены видеорядом на песни, которые я исполнял, на музыку, которая звучит на нашем канале. И по мере возможностей мы помогали ему выживать. Сейчас, как вы знаете, по ряду причин из нашей страны это делать невозможно. Мы не можем ничего посылать в Россию и Белоруссию. Этот человек живет более чем скудно и фактически едва выживает. Поэтому у меня огромная просьба. Все, кто сочтет возможным ему помочь, я поставлю под этим видео, может быть, под следующими другими, его кошелек. Кошелек, кто сколько сможет, пожалуйста, помогите этому человеку. Он действительно мастер. Ему удаются очень хорошие работы, где образный ряд по-настоящему сливается с музыкой. Дай мне ссылку сегодня обязательно. Я ее размещу. И если это мастер-карт или виза, я прямо сегодня отправлю, что смогу отправить. Сейчас посмотрю, сколько у меня на картах есть. Нет, там у него, по-моему, киви или что-то такое. Но я пошлю все равно это поставлю. Дай мне ссылку, я ее размещу сегодня обязательно. Да, и наш сегодняшний разговор закончится музыкой, конечно. Я поставлю его работу, которую он сделал на песню, которую написал на тему, очень мне близкую и дорогую. И вот теперь буквально пара слов о том, как бывает. Я не очень часто имею возможность навести какой-нибудь такой очередной порядок в своем информационном хранилище, где кое-что еще есть в бумажном варианте. Буквально вчера полез в одно место, где у меня хранилась очередная коробка с архивом. Вместо того, чтобы найти там, что я искал, я обнаружил там тетрадь со стихами, которые писались в 80-х годах, в самом начале 90-х. Вот я там обнаружил стихотворение. Сегодня я его прочитаю. Оно не помещено на моей странице на портале стихи.ру. Я еще очень-очень подумаю, помещать ли его туда, потому что с точки зрения критики, если угодно, или самокритики литературной, я не нахожу это необходимым. Стихотворение такое местами шероховатое. Так прямо скажем. Но я его все-таки прочитаю сегодня, потому что оно напрямую связано и с музыкой, которая прозвучит со словами, и с видеорядом в завершении сегодняшней беседы. И это стихотворение связано с тем, что незримо всю жизнь связывает меня с великой страной, у которой великое космическое будущее, за которое сегодня идет битва, и участие в котором дорогого стоит. У этого стихотворения нет названия, поэтому буду читать как есть. Я рожден в стране у моря, в ней я вырос, возмужжал, в ней познал и свет, и горе, что посеял, то пожал. Пролетели ветры годы, много сталось и сбылось, были прожиты невзгоды, сердце к свету вознеслось. И теперь, познав душою, что к чему и что почем, я живу мечтой большою, стать всезнающим врачом, чтоб лечить любые хвори, исцелять любой недуг, чтоб в житейском бурном море всяк мне был не враг, а друг. Только этого мне мало, мелковато для меня. С детских лет мне ясно стало, от какого я огня. Мне полезен воздух местный, рек латвийских синева, Но милее мне небесной, светлой Родины, трава. Как заветного мессию, к нам сошедшего в огне, я несу в себе Россию. Это главное во мне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Снова белый снег упал мне на плечи, новая зима впереди. Эта белизна мне сердце залечит от тоски, что дарят дожди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова